Друга любезный землячок, надень пиджачок. Пётр Владимирович Сидоров – друг Михаила Никитовича. Он гордится тем, что на своём пути встретил такого удивительного человека, как Доля. Оба они трудились на московском коксгазовом заводе. Обоим это предприятие очень дорого. Вся трудовая жизнь у них прошла на заводе. Молодой сержант Михаил Доля в 1952 году, уволившись в запас, прибыл сюда, в наши края, работать на промышленном гиганте 20-го столетия, имея за спиной два года войны и опыт службы в отдельном батальоне управления коменданта города Москвы. Оказавшись у завода управления, ему посчастливилось в первый же день познакомиться с директором Павлом Фёдоровичем Гаевским. С моток подъехала машина М-ка, по-моему, белая. Выходит взрослый, мужчина такой лет 60-50 лет. Я директор, по какому вопросу? Я говорю, по вопросу, я горкома комсомола, по вопросу работы. Он говорит, о, это мне нравится, пойдемте в кабинет, у вас премии есть. И он меня посадил и предложил, говорит, ну, поскольку вы служили в комендатурах, в батальонах, я вам представляю, хорошую должность, начальник караула. Я говорю, не, Павел Фёдорович, я вам представляю, не, 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 не надо металлургических целей. Я давал обещание на гарнизонном собрании солдатам и сержантам. О, тогда знаете, что я вам посоветую? Идите в коксовый цех. Коксовый цех – один из сложных подразделений завода. Здесь требуется не только внимание, но и многие знания. Михаил Никитович начал свой профессиональный рост с дверевого, постоянно учился. А когда стал машинистом коксового талкивателя, его назначают бригадиром смены. Оправдывая это доверие, доля своим личным примером вел людей к успеху. Бывало, придёшь утра, тебе говорят, то есть четыре часа, а в ночь пять выйдет. Я никогда не отказывался. У меня был такой, без дисциплины не может быть победы. Ни в бою, ни в труду, ни в науке, ни в семье. Поэтому главная жизнь – это дисциплина. У нас тогда основной девиз был – труд есть дело чести, доблества и геройства. И это подтверждалось социалистическим соревнованием. И получилось, что из четырёх смен коксового цеха лучшие показатели в социалистическом соревновании получалось в смене номер три, где бригадиром загрузочной выдачной бригады был Михаил Никитович Доля. Михаил Никитович Доля – заслуженный металлург РСФСР. Он награждён Орденом Ленина и другими государственными наградами. На протяжении всей своей жизни он занимался общественной деятельностью, избираясь депутатом городского совета и трижды областного. Сейчас ему 88. Жизнь летит, как журавли. Журавли прилетают и улетают, а мы остаёмся. И только на сквоне лет за горизонтом мы вспоминаем всю свою молодость, работу, жизнь. Представляете? Поэтому я могу сказать, что я счастлив, что комитет комсомола Москвы рекомендовал мне наш завод. Представляете? И завод рос, и я рос. В год 50-летия Видного впервые звание почётный гражданин города присвоено и в том числе Михаилу Никитовичу Доле. Людмила Медведева, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова